Утречка! Отличный день для новой игры, на связи Чандер, и сегодня у нас Ark of Horon. Ковчег Харона. Игрулька, смотрите, видите, тут какое-то существо, на котором мы будем ехать. И да, друзья, была такая уже игра на канале, мы в нее играли еще до того, как в ней появились ачивки. Напишите, кстати, потом в комментариях, хотите ли вы увидеть новое прохождение за нее. Называется Wandering Village. Опять-таки, плейлист отдельный, все специально для вас сделано, на канале все есть. Ну что ж, давайте посмотрим вот эту новую вариацию, японскую. Lotus. Ну, пусть будет Lotus. Новый мир, хорошо, стандартная игра. Давай, как раз-таки начинаем со стандарта, там будем разбираться, пытаться. Так, когда-то было огромное дерево, которое касалось неба. Великое древо, известное как Мировое древо, питало всю жизнь, ну и грасили, видимо, местные. Но однажды... Мировое древо испортилось. Ну, и тьма окутала засохшее мировое дерево. И монстры поглотили этот мир. Таким образом, жизнь вымерла. Много лет спустя... Новый росток пророс. Ну и стал наблюдать за миром. Росток стал наблюдать за миром? Хм. Мое собственное мировое древо. О, хиличурлы, здравствуйте. Теперь проснись, очнись, поднимись. Отправляемся в приключения, чтобы создать новый мир. Арк оф Харон. Так, немножко потише все-таки нужно сделать. В целом, вроде не так уж и плохо, но чуть потише я сделаю. И вот она, крокодил лица, на которой мы будем кататься. Ага. Оно село. Добро пожаловать в Ковчег Харона. Когда мировое древо исчезло, мир был оконтан тьмой. Вся жизнь угасла. Теперь, как хранитель мирового древа нового, необходимо направлять саженец. Ждет путешествие. Собирайте ресурсы, побеждайте врагов. И благополучно доберитесь до колыбели. Так. Ох ты ж, ешкин, ты матрешкин. Ешкин-то, вы посмотрите, это немножко... Это уже больше похоже. Смотрите, помните игра про гномов, да, в которые мы играли? Это прям вот оно. Я думал, что это путешествие на динозавре, ребят, вот без шуток. А оказалось, это совершенно не то. У нас есть красный, у нас есть синий, у нас есть белый. Чем они отличаются? Ну, красный, я думаю, он быстрый. А вот синие и белые, эти цвета уже для задротов. Так, что нужно делать? Вот здесь у нас что-то есть. Земля, просто земля. Кристаллизированная земля. Корни деревьев. Камень. Камень. А что делать-то нам нужно? Нам нужно собрать 50 кусков древа. Ну, давай. Как нам дерево срубить? Урожай снести, ремонт разобрать. Ну, да-да-да, ребят, совершенно не та игра, о которой я думал. Более чем не та. Вот вообще не та. Могу харвест вот так сделать. Давайте и так харвест попробуем сделать. Допустим, вот я захарвестил деревья. Что дальше у нас будет? А вот как раз, смотри, оно добывается. Все, добро, добываем. Далее. Нужно установить склад. Строить. Водентайлы, вуденпилары. Это не то, что нам нужно. Комнаты? Дома различные. Не то. Производство? Нет. Нет. А вот хранилище-то. Хранилище. Так. Выберите зону, выберите область. То есть у меня какая-то из областей будет зона хранения, да? Ну, предположим, я хочу вот эту вот зону выделить под зону хранилища. Нет? А вот такое, да? Во, вот так нельзя. Все, хорошо. Собрать еду у нас процесс идет. Построить комнату. Построить три атакующих сооружения. Произвести сто патронов. Это, скорее всего, мне нужно будет вот это. Комната нужна, да? Комната. Какую? Ну, давай начнем вот с такой деревянной. Ох ты, шиешкин, ты, мадрюшкин, нифига себе. Вот такое домишко сколько. У меня восклицательный знак вот здесь. Угу. Но только древесина потратится, слушайте. Ну, давайте построим. Хорошо. Начнем со строительства здоровенного здания. Мы только начали играть. Что нужно? Правильно. Нужно сразу строить самое большое здание в игре. Так, я могу ускориться. Смотрите, мы уже что-то складируем, и оно что-то складируется. Это приятно. Новые ростки какие-то. Это кукурузка. А вот кукурузку можно захарвесить. Смотрите. Гроу рейт. Помодорки. Соточка. Ну, вроде порядок. Все, мы должны будем здесь сейчас достроить. Достроили. Готово. Так. Что-то разблокировать, что-то собрать. Слушай, я дерево не смогу столько собрать. Может, корни древа мне дадут возможность пособирать. Ребята, вы будете прыгать? Скажите мне честно. Вот я могу, например, помайнить. Как вы будете это делать, ребятки? Покажите мне, пожалуйста. Так, он спустился. И все, и он выбраться не может. Может быть, из-за того, что ему, конечно, задач никаких нет. Может быть, из-за отсутствия задач, да. Так, хорошо. Нам нужны баллисты, видимо. По-хорошему бы башни построить, да? Оно прям с плэшом так стреляет. Так, могу развернуть как-то, да? Ротейт. Не вижу, не вижу ротейта именно. Кнопки ротейта не вижу. Мышкой нет. Ну, должно быть. Ладно, предположим, что оно развернется. Нам, правда, надо бы еще что-то сделать. Нам, я думаю, складское помещение нужно. Storage Zone. Нужно выделить вот здесь. Поставить. Вот это будет Storage Zone. Все. Под вот этим навесом. Прекрасно. А вот этот Storage Zone я бы, пожалуй, убрал. Убрать, пожалуйста, как? Storage Zone. Storage Zone. А как убрать? Ну, хорошо. Вот я поставил, да. А как реально убрать ее? Вот, Delete Zone. Опа. Все, отлично. И теперь они все ресурсы должны... Кстати, вылез. Прямо Брюс. Смотрите, синий у нас будет Брюс. Прекрасно. А как акула в арке? Ой, в этом брафте. Смотрите, светится. Почему оно светится, интересно? Но, тем не менее, оно светится. Нужны мне, скорее всего, будут лесенки чудесенки. Вот, что нужно? Нужны патроны. Правильно, правильно. Для патрона нужно, наверняка, вот это. Что мы хотим еще? Мы хотим еще такой здоровенский дом построить. Хороший вопрос, если честно. А может быть и да. Вопрос только в том, как мы сможем расположить лестницы. Давайте. Я смогу лестницу... Не смогу здесь. То есть, я смогу лестницу здесь расположить. А толку? Давайте тогда поставим лестницу здесь. Все, хорошо. Здесь мы заберемся, правильно? И мы сможем, например, комнату построить... Ты так коряво строишься? Ну, допустим. Ладно. Построим еще небольшую комнатку здесь. Здесь сверху установим тогда еще одну нашу стрелочность. Я думаю, и лестницу, чудесницу. Все, пока вот таким образом посмотрим, как здесь, в принципе, реализовано строительство. Можно ли это так сделать или нельзя. Вроде таскают, да, ресурсы? Смотри, вроде таскают, вроде ползут даже. Вот здесь что-то показывает. Здесь недостаточно древесины, говорят. Да и действительно недостаточно древесины. Мы все выжрали. Это надо будет захарвестить. Что мы еще можем? Здесь тоже можно захарвестить. Здесь пока растет. Капусточка растет. Слушай, а древесин это у нас правда нет? Можно пробовать вот здесь, конечно. Давай будем здесь опускаться. Может быть, я смогу прокапывать, да? Корни деревьев, я думаю, что все же это древесина. Поэтому давай мы с тобой попробуем. Вот, один вуд появился. Да-да-да, друзья, так и есть. Идем к светяшке в том числе. Нам нужно замайнить вот эту область. Все, пусть они копаются, копошатся здесь. Исправятся. Дальше у нас древесины действительно не хватает. Патронов тоже нет. По комнатам и всему остальному. Так, давайте базовый верстак поставим. Пап-пап-тяп-тяп-тяп. Только на полу, так прямо. Ну хорошо, пусть будет. Ага. То есть только под навесом причем, обращаю внимание. Добро. Давайте тогда сорганизуем вот таким образом. Я смогу, интересно, вот так поставить? Нет. Нет. Над порталом нельзя. Но ничего страшного. Давайте пока сорганизуем таким образом. И, ну, верстак поставим. А так они должны копать. И эта древесина у нас будет идти в дело. Так, это можно собирать? Можно собирать. А вот фарминг зоум. Вот я хочу, например, что-то выращивать. Ну, к примеру, здесь. Вот пусть слева мы что-то выращиваем. Что мы здесь будем выращивать? Пока неизвестно. Вот это точно собираем? Ну, посмотрим, будут ли они что-то, правда, выращивать. Так, изучить новую технологию. Начать путешествие. Собрать древесины, собственно. Построить три структуры. Вот эти вот стрелочные, стрелятельные. А я могу, кстати, сразу расположить? По-листу. Пока не могу. То есть нужно дождаться. Ну, хорошо. Дождемся, потом построим. Все, давайте ждем, пока они... Они не могут откапывать, потому что они высотой 2. И я тебя понял. Сами эти ребятки наши высотой в 2. Поэтому они не могут. Да, да, да. Все, работаем. Ну, а вот смотрите. Кроп сеттинг. И это сколько дней? Максим Харвест. А, давайте томаты будем высаживать. Все. Все, томатики будем высаживать. Если мы здесь действительно сможем... Смотрите, он, правда, грядку делает. И этот делает. И этот делает. Ой, хорошо. И... По-моему, он посадил... Свеклу. Репку посадил. Но вообще это томаты написаны. Все хорошо. Томаты у нас растут. То есть мы уже... Сами выращиваем томаты. Добро. Но вот на это все нам нужна древесина. Недостаточно древесины, да? Поэтому будем добывать древесину. Что делать? Будем добывать. Вот, смотрите. Послал уже сюда копать. Тут и поближе. И повыгоднее по дереву, да? У нас уже построилась эта часть. И баллист туда мы можем сюда запихнуть. Но, ребят, я не вижу поворота. Я и в настройках поворота. Я так и не увидел. Будем надеяться, что нам будет все хорошо. Ага. Технологии. Первая технология у нас изучена почти везде. Кроме металл процессинга. Мне кажется, металл процессинг это неплохо. Вэпенс. Это баллиста болты будут только. Может, требушетку тогда лучше поставить сюда? Нужно будет камни, конечно. Но пусть у нас будет одна требушетина вместо вот этого. Давайте мы сделаем cancel that. Сможем требучет поставить. Он прям ого-гошечки, смотрите, как стреляет. Все, хорошо. Нам нужно будет камень. Ну и прекрасно. Тогда здесь откопаем тоже пару штук. Ну и майним. Все, вот это нам нужно выкопать. Так, теперь мы можем построить верстачок сюда. На, давай прям вот так и поставим. Нужно ли нам вот это? Вообще позволяет готовить еду. Ее дерево используется в качестве топлива. По идее, да, нужно. На деле, да черт его знает. Если что, снесем, правильно? Вроде оно восклицательный знак, значит оно вроде как нужно. А вот дефенс, кстати, есть баррикейды. Wooden barricade. Ну, давай мы, наверное, через один. Через один здесь. И через один здесь построим Wooden barricade. Будем надеяться, что они через эти баррикейды будут проходить. Энергия. Это чистое освещение. Волторча можно поставить, например. Что здесь? Что здесь? Здесь будем ли? Да, в целом тоже можно, чтобы было светло. Ну, это, конечно, оно чего-то. Ну и ладно. Раз. Два. Все, хорошо. Продолжаем копать. Так, блестяшечка у нас есть. И давайте попробуем ее отблестяшнуть. Ну-ка, блестяшка, давай отблестяшным. Так, приоритет супер, сверх максимальный. Давай, 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 копай, копай. Что мы здесь за блестяшим? И это будет у нас... Осталось совсем немножко. Бурлюньк. Технологическое очко. И смотрите. Детали. Какие-то детали мы понадобывали. Опа! Уважаемо. Двигатель какой-то. Артефакт, оставленный людьми прошлого. Сможем увидеть воспоминания. Разбирайте артефакты, чтобы получить полезные материалы. У меня есть ноль редукторов. Ну, хорошо. А! Я понял. Я должен либо поглотить это, либо демонтировать. Ага. Ладно. Разбирайте артефакты, чтобы получить полезные материалы. А здесь для получения технологических очков. Ну, давай, наверное... Да, если честно, даже не знаю. Начнем вот с этого. На деле не знаю. Предположим, вот так. Здесь тогда тоже нужно обязательно. В общем, светяшки, друзья, это наши друзья. Вот так вот накопаем потом. Есть очко технологий. Куда мы хотим это очко поставить? Ух ты, алмазы нужны. Я тебя умоляю. Какие алмазы? Дрель. Дрель позволит добывать руду, наверное. На жилу устанавливается дрель. Вообще, у нас металпроцессинга нету, чтобы этим всем заниматься. Жрали мы пока что только можем суп готовить. Это ничего страшного. Слушай, ну вообще, я бы металпроцессинга изучил. Да, пока металпроцессинг. Дальше азер вот этот возьмем. Здесь мы, скорее всего, попробуем разобрать на получение очков. Технологических. Так, а тут можно копать. Спокойно. Грязь можно копать, как говорится. О, есть. Пока что топливо... А, топливо загружено. Хорошо. Это мы можем... Они сами будут использовать или нет? Вроде бы я не вижу каких-то... Вот. Продуктовая линия. Так, здесь у нас электронное оборудование. Можно либо в модуль преобразования энергии разобрать, да, либо в очки. Очки нам сейчас нужны важнее. Очки нам важнее, потому что это будет очко технологии. Мы сможем вот дрель, например, взять, залутать. Сейчас нам это полезнее. Что вот там будет, непонятно. Так, ну здесь мы как раз откопали. Я хочу попробовать откопаться чуть дальше. Например, вот эту кристаллизированную. Можем почву добывать, правильно? Нормально? Так, стальные уже, как вы видите, есть части. А, печка. Печка размера приличного. Ну, давай пока сюда поставим. Пусть будет на будущее. Темный шторм. Близко. Структуры получат урон. Будьте готовы. Вот черт. Вот черт. Ладно, потерпим. Посмотрим, что такое будет вот эта страшная вещь. А, и нам нужно, знаете, что еще? Продуктовая линия. Иннектив. А как запустить? Хорошо. Вот сюда. А вот. Эд. Баллистоболты. Баллистоболтов нам нужно... Они по 10, да, делаются. Стоунбаллистоболты. Нужен... Ларджстоунэррохэд. Давайте пока вот таких понаделаем. Все. Я думаю, что будет окей. Там посмотрим. И, в принципе, нам осталось только три бушеты. Мы будем в порядке. А тут, кстати, копают. Пусть не спешно, но они это делают. Ну и, собственно, мы попробуем спуститься чуть пониже. Посмотрим, что у нас там будет. Лаймстоун. Автоматически, кстати, харвест установился на нашей грядке. То есть, я даже не выставлял, но просто само получилось так. Окей. А вот и патроны. Сделались... 10 штук сделалось. 10. А то есть, всего 10? Не, вот, всего 10. И да, 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 10. Мы один раз только скрафтили, и уже 10. Хорошо, сюда зарядили. Здесь пока нет. Тут 10 патронов, правильно? Да, Аммонейшн 10. Добро. Так, темный шторм. Внимание, темный шторм. Первая опасность у нас. Получены повреждения, в частности, вот этого нашего. Заспоумить голема? Как? Каким образом? Я заспоумил голема-то. Энергия жизни, если уничтожена, то саженица высохнет. Может поглотить души монстров. Круто, а как починить? Вот, ремонт. Дюрабилити 336, видите? Не чинится. А вот тут можно починить. Тут можно вот это нельзя починить, потому что у нас нету лестницы. Нужна лестница сюда. Нас бьет шторм! Ядро под атакой. Пойманы темной бурей мы. Не успели сбежать. Ремонтируем ядро, пожалуйста, друзья. Ремонтируйте ядро. Темный шторм напал. Но закончится скоро. Ой, даже они повреждения начали получать. Ничего себе. Некоторые здания под атакой. Да все под атакой! Мы вообще под атакнуты. Тут лестницы. Ну, тут лестницы переживут. Даже если сломаются, ничего страшного, мы построим новые. Это всего лишь лесенки-чудесинки. Они, по идее, даже бесплатно должны ремонтироваться. Так, была уничтожена лестница. Вот она, она как раз уничтоженная лестница. Строим новую. Готово. Видите? Это не проблема. Проблема ядро. Вот ядро прям грустненькое. Эй, продолжай патроны. Молодец. Пусть продолжает. А потом нужно начать свое путешествие. То есть мы уже почти готовы. Нам осталось патронов только понаделать. Я хочу вот это еще добыть. В принципе, мы темную бурю, когда пройдем, а она заканчивается уже, как вы видите, то все будет неплохо. Жопа горит, что ли? А, нет, это вон дерево несет. Ну, бывает, ребят, бывает, что это делать. Так, ремонтируйте, ребятки. Ремонтируйте. Давайте. Вот, тут понадобывали, тут понасажали. Хорошо, молодцы. Древесины вообще нету. Ну, вот древесина поэтому нужна. Я бы хотел запасик небольшой иметь. Требушет сломался. Ну, представляете, они отказались его чинить. Я максимальный приоритет поставил. Еще и эта сломалась штука. По всей видимости, из-за того, что у меня ресурсов просто не хватает. Ну, елки-палки. Главное, чтобы ядро не сломалось. Здесь шторм... Я не понял, как защититься. Ребят, вот хоть убейте. Я не понимаю. Так-то на дерево я уже отправил. Вон, покопать дерево. Они даже что-то отправили. Но у нас слишком много задач. То есть, прям задушили. Все. Гейммолэр! Хорош! Смотрите, в общем... Я действительно не понял, как защититься от шторма. Шторм убил нас. По идее, мы должны были выкопаться и пойти дальше. И как раз здесь соединение игр The Wandering Village. И... Как он назывался-то? И Craft The World. Получается. Я, если честно, Craft The World здесь не ожидал. Потому что все кадры, которые я видел до этого, они были а-ля Wandering Village. Ну, окей, ребят, окей. Пишите в комментариях, как вам сама концепция игрульки. И как вы думаете, можно было спастись от шторма. Игруленция, как вы понимаете, еще в процессе разработки. Она еще не вышла. Они... Ну, вроде бы, можно ее купить, да. Но на раннем доступе, имеется в виду. То есть, разработчик ее еще разрабатывает. А вот... Но в демку уже можно поиграть. Ссылочку постараюсь оставить в описании. Ну, и, конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходит сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью. Ведь семья – это главное. Субтитры создавал DimaTorzok